Программы, которые замедляют старт операционной системы и отключить их. Как производится отключение? Для этого просто нужно снять галочку вокруг соответствующего пункта. Просто снимаете этот пункт и выходите из данного окна. И программа у вас уже отключилась. В принципе здесь больше никаких настроек особых нет. Разве что вы можете просмотреть свойства выбранного. Какого-то приложения, просмотреть здесь где оно находится и так далее. Но это в принципе уже возможности второстепенные. Двигаемся дальше. Следующая очень интересная функция это оптимизатор памяти. Дело в том, что не всегда оперативной памяти компьютеру достаточна. И может быть так, что на вашем компьютере установлено очень мало памяти. Либо скажем гигабайт, либо два. Сегодня, как вы знаете, нормой является 3-4 гигабайта оперативной памяти для современных операционных систем Windows Vista и Windows 7. Все, что меньше этого количества, 1,2 гигабайта, это уже для работы с серьезными программами и для операционной системы уже считается маловато. И могут возникать зависания и компьютер может долго не отвлекаться на команды пользователя при работе в каких-то тяжелых приложениях. Чтобы это хоть как-то исправить, если нет возможности физически добавить оперативной памяти в компьютер, можно использовать оптимизатор. Как он работает? В принципе, он работает автоматически. Вот здесь на вкладке параметры у него выставлено включить автооптимизацию. Это оптимизировать автоматически при 205 мегабайтах, когда они остаются свободными. То есть, когда остается мало памяти, начинается оптимизация увеличить памяти до 100 мегабайт. И оптимизировать только если процент занятости центрального процессора 10%. То есть, чтобы не отнимать производительности от других программ. Чтобы этот оптимизатор работал все время, вам просто необходимо отметить, загружать автоматически при запуске Windows и все. И оптимизация будет происходить автоматически без вашего участия. На вкладке оптимизация, здесь вы просто видите процент использования физической памяти. Здесь вы можете на данный момент высвободить память. Допустим, вы хотите освободить 307 мегабайт оперативной памяти. Вы можете самостоятельно здесь указать какой-то объем, нажать старт. И оптимизатор попытается высвободить вам это количество памяти. Если это возможно, выгрузить какие-то неиспользуемые файлы, файл подкачки и так далее. Но в принципе, это уже его дело, как он будет оптимизировать эту память. Я лишь вам рекомендую загрузить, отметить здесь пункт, загружать автоматически при запуске Windows. Если на вашем компьютере мало оперативной памяти, это вам неплохо поможет улучшить отклик операционной системы Еврограмм. Так, ну что же, нажмем отмену, пойдем дальше. Следующий у нас менеджер контекстного меню. Здесь, значит, на вкладке новый и отправить вы можете управлять пунктами. Допустим, если мы кликнем на рабочем столе правой кнопкой, выберем пункт создать, вы видите, что здесь можно создать zip папку, документ Excel, Word Publisher и так далее. И вот здесь на вкладке новый мы видим как раз таки, что мы видим в меню создать. Бывает так, что какие-то значения из меню создать пропадают. Допустим, у меня был такой случай, что ни с того ни с сего с компьютера исчез пункт создать текстовый документ. Я просто мог бы зайти в менеджер контекстного меню на вкладку новый и включить здесь его. Либо же бывает так, что наоборот, появляются здесь какие-то неизвестные, ненужные совершенно документы, которые вам не нужны. Вы их здесь можете просто выключить. То же самое с пунктом отправить. Когда мы кликаем по какому-то файлу, выбираем, допустим, отправить кому-то, на рабочий стол, создать ярлык и так далее. Здесь всем этим также можно управлять. Следующая у нас дефрагментация реестра. Тоже достаточно неплохая утилита, которая помогает собрать весь реестр в одном месте. То есть файлы, которые хранятся на диске, они могут быть фрагментированы точно так же, как и реестр. Что на жестком диске, что и в памяти. И дефрагментация, она позволяет уменьшить вот эти промежутки между частями реестра. И в принципе, я вам рекомендую регулярно ее выполнять хотя бы раз в месяц. Вместе с дефрагментацией жесткого диска. Здесь ничего сложного нет. Нажимаете просто далее. Программа выводит вам предупреждение, что у вас не должны быть запущены никакие программы. Нажимаем ОК. И начинается анализ системного реестра. В этот момент операционная система недоступна для работы. Вы видите, что экран затемнился. И остается только дожидаться окончания анализа системного реестра. Компьютер не реагирует ни на какие действия, как здесь написано. И чтобы остановить сканирование, можно нажать только клавишу ESC. Ну что ж, дождемся окончания. Как видим, оно закончилось довольно быстро. И дефрагментация может уменьшить размер реестра на 6% в данном случае. На 2 мегабайта нам здесь выводит. Что ж, в принципе, можно нажать далее. Дефрагментация будет выполнена, но при этом нужна будет перезагрузка. Поэтому мы с вами этот момент оставим. Там дальше уже ничего сложного. Вы просто нажимаете далее, и программа попросит вас перезагрузиться. После этого дефрагментация применится. Следующая у нас это вкладка безопасность. А здесь мы можем, значит, стереть следы активности в интернете. Допустим, выбрать в браузере Internet Explorer стереть историю, куки, временные файлы. Также в системе очистить корзину, временные файлы, скажем. Там в браузере Mozilla и Google Chrome то же самое проделать. И так далее. То есть устранить следы активности в системе. Таким образом можно. Вам для этого достаточно просто выбрать определенные пункты, как я, допустим, сейчас выбрал. И нажать стереть отмеченные следы. Все, теперь выбранные пункты у нас очистились. Так, идем далее. Следующее у нас восстановление. А, нет, стиратель файлов. Что это такое? Это особая функция. Так называемый шредер файлов. Который позволяет, так скажем, безопасно удалить конфиденциальную информацию. В любом случае, если вы удаляете простой какой-то файл через корзину, то информацию можно восстановить спецсредствами. Можно там специальными программами для восстановления диска воспользоваться и вытянуть такую удаленную информацию с носителя. Потому что следы ее после удаления остаются. Причем, если вы удаляете файл или папку простым удалением через Windows, физически данные на жестком диске остаются. Удаляется только заголовок данного файла или папки. И данные просто становятся невидимыми для системы, но физически они на диске присутствуют. Так что, чтобы полностью удалить какие-то данные, вам необходим какой-либо стиратель файлов. И такая утилита присутствует в данном наборе твикера Glary Utilites. Вы просто нажимаете стиратель файлов, открывается вот такое окно. Вы выбираете стиратель файлов, соответственно, в вкладку выбираете какой-то файл. Давайте выберем что-нибудь с вами. Так, вот у нас, допустим, записная книжка OneNote, личная, да? Вот, давайте выберем ее. Нажмем открыть. Вот, допустим, этот файл нам нужно удалить. Указываем число проходов. То есть число, сколько раз программа будет перезаписывать данное место на жестком диске физическом, где хранится данный файл. В принципе, трех раз будет достаточно. Ужимаем очистить. Здесь нас предупреждают о том, чтобы мы проверили еще раз весь список файлов. Потому что восстановить их будет невозможно. Соглашаемся. Ну и, собственно, очистка закончена. То же самое с папками. Что касается стирания свободного места, здесь принцип точно такой же. Только он, значит, касается свободного места на жестком диске. Значит, по той же причине, по которой я вам уже объяснял. Это может потребоваться сделать. Поскольку вы за компьютером работаете, у вас на жестком диске какие-то файлы. Вы их добавляете, старые удаляете и так далее, и так далее. И в свободном пространстве на диске ранее были записаны какие-то файлы. Но, как я уже сказал, физически они там присутствуют. Если вы хотите удалить их окончательно, тогда вам просто необходимо удалить их, вот эти остатки различных файлов со свободного пространства. В принципе, вы можете делать эту процедуру хоть когда. Просто выбираете жесткий диск, свободное пространство которого вы хотите очистить от возможных фрагментов, значит, каких-то данных. И нажимаете «Стереть сейчас». Все здесь теперь зависит от размера вашего жесткого диска. Чем больше этот размер, тем дольше будет выполняться операция. Но, в принципе, она происходит не так уж и долго. И в этот момент вы можете свернуть программу и продолжать работать. Вот, в принципе, все у стирателя. Следующая у нас это шифровка и расшифровка файлов. Очень интересная функция, которая позволяет зашифровать какие-либо данные, файлы или папки в контейнер. Причем расшифровать их можно будет только на том компьютере, где имеется Glary Utilities. Итак, как это работает? Вы просто выбираете «Зашифровать файл», допустим, да? Давайте выберем здесь какой-нибудь файл в документах, допустим, в изображениях. Вот эту картинку я хочу зашифровать. Нажимаю «Открыть». Вводим здесь пароль. Так, подтверждаем его. Пароль для расшифрования, да? Можно ввести подсказку, но это не обязательно. Так, можно также создать .exe файл автора шифровки. Мы с вами также сейчас рассмотрим, что это такое. Ну и удалить исходный файл после успешного кодирования. Да, но в данном случае нам это не нужно. Пусть картинка у нас останется вместе с тем, что параллельно создастся ее зашифрованный контейнер. Ну и жмем «Зашифровать сейчас». Так, файл у нас был успешно зашифрован. Давайте мы теперь перейдем в изображение. Вот у нас параллельно с данным файлом появился еще некий зашифрованный контейнер. Если мы на него кликнем, автоматически отображается окно расшифрования. Вы можете просто ввести пароль расшифровки. Так. И нажать «Расшифровать сейчас». Все. Файл у нас расшифрован. Вот он, да? Но поскольку у нас картинка здесь уже была, новый расшифрованный файл записался поверх данного. ПОДИЛЬНУЮЩИЕ СООБЩИЕ СООБЩИЕ СУКИ.